Так, мы с вами сегодня разбираем косметику для дома, и, конечно же, да, можно сделать вывод, потому как идут у нас сейчас регистрации, оформления, да, личного кабинета, люди забирают наборы продукции прекрасные, топовой нашей продукции, и у меня так уж вышло, была эта тема прописана уже недели за полторы, наверное, до того, как начнется этот вебинар, и прямо очень в тему получилось, поэтому давайте будем обсуждать, что же у нас тут такое, мы предлагаем, рекомендуем нашим покупателям, нашим близким, родным, нашим партнерам, которые к нам приходят, да, почему именно эта косметика для дома, а не какая-то другая, и ключевое слово, я вам скажу, это, конечно же, косметика, ни в одном обычном магазине, никто вам не скажет, купите косметику для дома, вам скажут, что у нас сегодня скидочка на бытовую химию, приходите, посмотрите, заходите, скидочка там какая-нибудь, вот, но хочу сказать, что смотрела один из вебинаров, и мне очень понравилось, что в эту же серию внесли наше средство антибактериальное, которое дает нам очень, оказывается, многое, да, я сама пользуюсь этим средством, но почему-то некоторые люди не верят в то, что антибактериальное средство действительно антибактериальное, но почему-то таким вопросом не задаются, когда видят, что, например, в роддоме или в обычном каком-то медицинском учреждении, да, ходит женщина какая-нибудь такая вот с тряпочкой протирает поверхности, да, и никто не задумывается, чем же она там протирает, да, почему постоянно там все что-то натирают, да, особенно, ну, таких более, как это даже сказать, не знаю, да, сейчас разные категории у нас медицинских учреждений, ну, будем говорить, что просто медицинское учреждение, которое очень хорошо следит за порядком, так скажем, да, в каждом таком учреждении все это очень хорошо обрабатывается антибактериальным средством, и у нас в компании, да, есть такое средство, в составе которого есть компоненты, которым обрабатывают, собственно, поверхности и в медицинских учреждениях. В основе, в основе формулы, да, стерильность вообще, особенно вот про роддом, да, в роддоме очень тоже следят за тем, чтобы все было стерильно, чтобы все было везде, как положено, да, чтобы не было никаких вирусов, никаких бактерий, микробов, там, и так далее. В основе формулы особый полимер с уникальным сочетанием биоцидных свойств. Вот на слайде, да, вы видите, что вот это средство, оно, у него активная, активная получается антимикробная, компонентная составляющая, да, и это все работает против вирусов, против всяких там грибков, плесени, да, дрожжевых каких-то там и дрожжеподобных всяких непонятных микробов и бактерий, да. Данный полимер, как я уже говорила, да, он используется в средствах, которые дезинфицируют, да, которые делают все вокруг стерильно, ну, не знаю насчет стерильности везде, во всех каких-то медучреждениях, да, но, по крайней мере, это делают, и мы это можем наблюдать, это видно. Что касается нашего дома, сейчас, вот, например, у нас на Урале, да, плюсовая практически температура, там плюс-минус, то плюс один, то минус два, то минус три, и непонятно, что вообще, постоянно какие-то, то все тает, то наоборот, то холодно, то тепло. И, конечно же, вирус подцепить вообще проще простого в такой период. И вот это средство мы можем использовать для того, чтобы обезопасить себя и свою семью. Каким образом? Очень самым простым. Берем, брызгаем на поверхности, протираем так же самое тряпочкой, особенно вот рабочее место, да, подоконники, всякие различные там наши телефончики особенно, да, ручки дверей, выключатели и тому подобное. Все, к чему мы прикасаемся по 500 раз на дню. Вирусы плодятся, это прям вообще, не говори, Наташа. Так вот, используем и обезопасить себя можно вот таким вот способом, да. Значит, рекомендовано это средство для распыления и обработки поверхностей в любых жилых, ну и нежилых тоже помещениях, да, я себе тоже заказала, я уже пользуюсь этим средством больше года, да, потому что когда я пришла в компанию, мне стало интересно, что же такое там за средство антибактериальное. Получила бутылочка такая, в принципе, внушительная, да, так как это спрей, используется очень долго. И мне было непонятно, вроде запаха как такового никакого нет, да, ничего такого как бы я не заметила. Как вот ты увидишь, что убились микробы эти или нет, да. Но когда я начала разбираться, когда мне одна из моих родственниц пришла и говорит такая, ай, я не верю во всякие эти антибактериальные средства, и я такая задумалась, думаю, почему я до сих пор не узнала, почему это антибактериальное средство называется антибактериальным. Потому что действительно в составе идут такие компоненты. И это на самом деле очень здорово. Это средство безопасно для человека и животных. Подходит это средство для обработки мест содержания домашних животных. Ну, что это может быть, да, это может быть, например, лоток, кошачий лоток, и то место вокруг, где находится этот лоток, да. Потому что, ну, понятное дело, да, что кошки это такое вот животное, которое кто-то чистоплотный, кто-то какой-то, да, и всякие бывают ситуации, и мы можем таким образом обрабатывать эту поверхность. У меня это средство стоит в туалете, да, в этой комнате, и еще я им обрабатываю сидушку. Обрабатываю сидушку, обрабатываю кнопку, которая, на которую нажимаем, да, обрабатываю, как это, в общем, на которой висит туалетная бумага, да, вешалка для туалетной бумаги, для туалетной бумаги, и, конечно же, протираю иногда освежитель воздуха. Конечно же, наш от Фаберлик, да. В общем, это вот один у меня стоит там, а один стоит на кухне. На кухне у меня стоит это средство для того, чтобы обрабатывать поверхность столешницы, стол, подоконник, потому что там постоянно тоже кошка трется, она очень любит посидеть на окне, на подоконнике и посмотреть в окно. И еще иногда бывает такое, что кошка у нас, как бы мы ее не ругали, как бы мы с ней не разговаривали, мягко говоря, да, она любит залезть на стол, она любит залезть на столешницу, на плиту, или там походить возле микроволновки, там посмотреть, что же там наверху. И понятное дело, что после нее нужно обрабатывать поверхность. Вот таким вот образом я использую это средство. И еще я знаю, что можно использовать, но почему-то я еще не использовала, хотя иногда нужно бы использовать, да, именно для обуви. Обувь, хоть женская, хоть мужская, хоть детская, да, когда мы ее обрабатываем вот этим средством внутри, то оно убивает все вот эти ненужные бактерии, которые вызывают неприятный запах. Когда нога потеет, вот это вот место для вот этих всяких микробов, оно просто очень плодотворное, да, и они очень любят там находиться, поэтому можно, когда там моете или когда стираете какую-то обувь, да, то можно после этого обрабатывать этим средством и в течение там носки тоже, да, и не будет всяких там ненужных вам бактерий и микробов. Очень классное средство, поэтому рекомендую его использовать в быту, особенно сейчас, когда время вот это вот вирусов, всяких там болезней. А, и еще, когда, например, дети болеют, да, то вот это средство я не только протираю там какие-то поверхности, да, но еще иногда прохожусь так, побрызгаю везде, по комнатам пройдусь, и тоже, ну, конечно, не могу сказать, что прям вот все, да, там дети быстро выздоровели, там у нас много всяких там методов, которые помогают нам за 2-3 дня выйти из состояния вот этого вот болезни, температуры там и всего такого, но это отдельная тема разговора, да, это средство тоже используем в это время. Ну, как обычно, да, уже 20 минут прошло, а Надя все еще на первом слайде, там на втором, на третьем. И теперь переходим, собственно, к косметике, да, уже для дома. То средство я не могу сказать, что это косметика, это больше такое ежедневное средство, которое нам необходимо, да. А сейчас поговорим о главном, о том, что помогает нам, домохозяюшкам, это обо всех женщинах, да, потому что в какой-то момент даже та, которая суперкрутая там бизнес-леди, она становится к плите, чтобы приготовить ужин и накормить свою семью, да. Ну, иногда бывают исключения, но чаще всего это так. И, конечно же, мы тоже готовим, мы убираем, моем все, и очень важно знать то, чем мы моем и как мы моем, да. Конечно же, сейчас очень много всякой рекламы, всяких, много каких-то мифов, да, о том, чем пользоваться, чем не пользоваться вообще, какой бытовой химии, какую покупать, какую не покупать. Особенно там всякие Роспотребнадзоры там по телевидению нам рассказывают, да, что вот это крутое, вот это нет. Ну, это я так, не то чтобы крутое, хорошее, нехорошее, стоит покупать, не стоит и так далее, да. Да, и сейчас в интернете очень распространено то, что, типа, если вы видите в каких-то продуктах ПАВ, да, это на упаковке, то, значит, это средство нехорошее, его покупать не надо. Хотя, на самом деле, эти средства, сейчас скажу, прочитаю даже, да, это основной рабочий компонент любого средства для мытья посуды, для мытья посуды, для обработки поверхности, да, поверхностно-активные вещества. Вот это вот ПАВ, тот самый, да, значит, ПАВы удаляют сложные жировые загрязнения. Прошу прощения, и когда говорят о том, что нежелательно, чтобы они содержались в составе, да, тех же моющих средств для посуды, то они забывают о том, что есть допустимая норма, да, вот этих вот ПАВ в моющих средствах. И что касается наших средств для посуды, то Фаберлик в этих средствах, да, показатель ПАВ в 50 раз ниже минимального порога. Поэтому вы можете спокойно пользоваться нашим средством, даже несмотря на то, что так много говорят о том, что ПАВ вот покупать, как бы, не надо, да, чтобы в составе было. Так, так, поставьте плюсики, у кого я на месте, у кого-то пропало тут. Так, всем меня видно, слышно? Кто что печатает? Наталья, все, плюсики вижу. Значит, это у девочек что-то. Напишите, пожалуйста, в чате. Перезапуск не помог. Все, хорошо, ладно, идем дальше тогда. Значит, смотрите. То, что усиливает действие наших моющих средств, это называется энзимы. Энзимы, это особые белковые молекулы, которые расщепляют специфические загрязнения, удаляют с посуды какие-то там продукты, да, крахмального типа, либо там, как это, мучные продукты, там, макаронные всякие изделия, там, и так далее, да. И вот эти энзимы, они очень эффективны. И, конечно же, в нашем средстве они есть. Для устранения каких-то загрязнений, которые вот у нас, там, например, пригоревшие, пригоревшие что-то на сковородке, там, или еще на чем-то, да, вот это наше средство, оно это все может убрать за счет того, что вот эти энзимы в составе. Как можно справиться с такими загрязнениями с помощью нашего средства? Просто взять, как это делаю я, кстати, если, например, у меня что-то там пригорело, а это случается у меня очень часто, потому что я поставила на плиту что-то, и, конечно же, пошла за компьютер, потому что у меня тут работа кипит. И обязательно что-нибудь пригорает, когда у меня такое случается, сковородку я не начинаю, там, тереть железными, там, губками или еще чем-либо, да, я просто беру сковородку, заливаю горячей водой, прям горячей-горячей, да, из-под крана, добавляю туда капельку нашего моющего средства для посуды, оставляю на, буквально на 15-20 минут, прихожу из-за компьютера, а сковородку мою уже можно легко и просто помыть, поэтому это очень замечательно, то, что такие энзимы вот есть у нас в составе, да. И вот тут вот амилоза, я, если честно, как бы такой, как этот, как это, термин, да, термин, я, когда составляла презентацию, я его услышала впервые, потому что для меня это немножко, как бы новое направление, да, я всегда говорю, что когда я провожу вебинар по продукту, для меня это всегда, как бы такое вот испытание, потому что я, ну, как бы редко, да, редко как-то изучала продукт, но продукт нужно знать, потому что мы, как всегда, да, мы рекомендуем что-то нашим близким, мы должны знать, что мы рекомендуем, и вот эти вот, вот это вот амилаза, это эффективно против остатков любых каш, картофеля, макарон там и так далее, да, вот это вот все тоже. Значит, и еще один важный момент по поводу нашего средства. Возможно, кто-то из вас обращал внимание на то, что моющее наше средство, может быть, когда-то оно было погуще, а сейчас оно стало чуть-чуть жиже, чем, как бы обычно. И я, когда пришла в компанию, когда первую бутылочку я заказала себе моющего средства, это был аромат малины, мне показалось, что оно как какое-то густое, да, ну, как бы на тот момент мне так показалось, но оно же концентрировано, и я, как и все, думаю, что, ну, вот, значит, раз оно такое густое, значит, оно точно концентрировано, но на самом деле оказалось, что вот эта вот густота, вязкость нашего, точнее, не нашего, а вообще, в принципе, средства для мытья посуды, не равно концентрированности, то есть, если средство концентрированное, оно может быть и не вязким, оно может быть и не густым. Об этом я тоже не знала, и как бы, ну, так вот, как и все, там, где-то что-то услышала, и все. Оказывается, нет, что многие высокоэффективные, более мягкие, да, средства, которые, ну, как вот написано на слайде, зеленые, да, много мы таких встречаем, моющих всяких средств для посуды, да, они, как раз-таки, да, имеют низкую вязкость. Это все из-за того, что в формуле такие компоненты, да, вот эти вот зеленые. Высокая же густота средств чаще всего встречается именно в дешевых средствах. И когда вы видите литровую бутылку ферри или там еще какого-то средства, да, которое там по супер-супер крутой цене, то вы должны понимать, что это очень низкое содержание моющих компонентов, это избыток загустителя, и это просто, как бы, бесполезное средство, которое, может быть, будет просто мылиться, но удалять загрязнение с посуды, удалять какие-то бактерии и так далее, оно не будет. И если сравнивать средства, например, Фаберлик и тот же самый Ферри или какой-то другой, да, то разница будет просто очень большая. И такая вот интересная история, у меня тетя, она уже очень давно, очень давно мыла посуду, как увидела где-то там в телевизоре или где, что всякие ферри и все такое, да, это очень вредно, остается на посуде и запах, и само средство, и вообще, как бы, это вот вредно для организма, и вообще перестала покупать всякие моющие средства, и стала мыть посуду, догадайтесь, чем? Чем может мыть посуду женщина, которая наслушалась всего-всего везде, и у которой есть всякие там непонятно какие-то стереотипы тоже, да, она начала мыть посуду просто хозяйственным мылом и тряпочкой, да, хозяйственным мылом, да, хозяйственным мылом, содой, солью, да, там в соли замачивать, ну, короче, дедовскими методами, так скажем, да, мылом хозяйственным, правильно, да, Валюш? Так вот, когда она сходила в гости к моей другой тете в ближайшем тут городе, в Азбесте, и увидела то, что у нее средство стоит на кухне разбавленное, наше, фаберлик, причем купленное не у меня, а подаренное ей кем-то из моих же родственников, короче, тут такая вот история, да, она увидела, что это средство прям там взяла какую-то тарелочку, взяла ее, решила помыть, увидела, что она капнула прям чуть-чуть там этого средства на губку, а оно жидкое, а оно вообще какое-то такое, да, это, но оно очень хорошо пенится, оно очень хорошо отмывается, нет вот этого химического запаха, и она, когда увидела это, что же вы думаете она сделала, она приехала домой, позвонила мне и сказала, что ей надо средство для мытья посуды, фаберлик с ароматом яблока, так что даже такие скептики, такие люди, у которых бывают какие-то стереотипы, какие-то непонятные предрассудки, так скажем, да, даже эти люди берут и меняют свою точку зрения в пользу нашего средства для посуды. Так, значит, что еще тут скажу, ничего не скажу, пойдемте дальше. Вот такие вот у нас средства для посуды, да, они, конечно же, эффективно удаляют любые загрязнения, даже в холодной воде, а вот это я даже специально проверяла, я взяла, в этом стаканчике у меня стояло масло растительное, я в это масло иногда макаю кисточку, как она называется, силиконовую, да, для того, чтобы сковороду помазать этим средством, там, блинчики или еще что-то, да, и, в общем, когда у меня в этом стаканчике оставалось совсем чуть-чуть масла растительного, мне захотелось же, конечно же, провести эксперимент, я взяла в этот, стаканула, по-моему, две или три капельки, прям совсем чуть-чуть, средства для посуды, сейчас уже не помню, каким запахом, ну, это не важно, да, сам факт того, что это средство наше, налила туда воды, размешала чайной ложкой и наблюдала за тем, что происходит, происходит то, что все то, что было там на стеночках стаканчика, все это прекрасно отмылось, причем холодной водой залила, все это сполоснуло, и не было никаких неприятных вот этих вот жирных ощущений, да, когда ты трогаешь стакан, поэтому, девочки, это стопроцентная правда по поводу холодной воды, и когда летом у нас отключают воду, а у нас в поселке ее отключают не на неделю, не на две, не на месяц на ремонт, а просто на все лето у нас отключают горячую воду, и мы, конечно же, когда переехали вот в эту квартиру, в новую, у нас еще не было бака нагревательного на кухне, а у нас разные баки на кухне и в ванной, в туалете, получается, да, точнее в ванной, и мы еще не купили, и мне приходилось мыть холодной водой посуду первое время, там буквально, может, неделю, да, а потом мы поехали, купили уже нагревающий бак, и, собственно, эксперимент удался, я убедилась в этом. Что касается детской посуды, игрушек, сосок, бутылочек, на каждом флаконе нашего моющего средства, на каждом абсолютно написано 0+, то есть мы можем использовать абсолютно для всех это средство, потому что оно действительно безопасно, оно подходит для мытья овощей и фруктов, чем я тоже занимаюсь, я мою яблоки, мою бананы и все остальные фрукты, конечно же, тоже перед тем, как положить на стол, в корзину, в эту чашу для фруктов, да, полностью смывается, как я уже сказала, не раздражает кожу, не сушит кожу, это хорошо и это правда, но все равно, когда я стала ходить нормально уже на маникюр, я все равно одеваю перчатки, чтобы не поцарапать именно ногти сами, там, всякими железными губками, ножиком, вилочкой, и я одеваю перчатки, но когда посуды там мало, я мою прямо без них. Так, вот они у наших средств, разные, как видите, да, они, есть усиленная формула с биоэнзимами, которые как раз-таки предназначены для того, чтобы удалять вот этот нагар, жир, загрязнения какие-то серьезные, да, мы можем прямо замачивать в воде с этим средством и все будет отходить как надо. Есть антибактериальный эффект, да, и, конечно же, вот получается, мое самое любимое с малинкой, это чтобы не было разводов на посуде, и именно вот с малиной почему-то, мне кажется, больше всего отбеливает прямо кружки из-под кофе, там, из-под чая, не то чтобы отбеливает, а мне больше всего нравится, как именно малинка отмывает, не знаю почему, может потому, что больше малину люблю. И есть смягчение, да, и забота для рук, это салоэ вера, средство для посуды. Также есть средство для мытья посуды с древесным углем, это усиленная формула, да, усиленная формула для того, чтобы, как это называется, абсорбирующие свойства, да, то есть удаление всяких ненужных, опять-таки, микробов и бактерий, и тоже типа как там антибактериальные, да, свойства, дезинфекция и удаление неприятных запахов, нежелательных запахов. Я его еще не использовала, скажу честно, но у меня уже покупали. Да, Наташа, вот, спасибо. Мы будем знать, что древесный уголь супер. Вот так вот выглядит он в черной, точнее, черный сам по себе, да, само средство черное, а бутылочка прозрачная, да, я так понимаю. Да, усиленная формула 2 в 1 устраняет сложные жировые загрязнения, убирает также неприятные пищевые запахи с посуды и губки. Кстати, по поводу губки, губку, даже если вы часто не меняете и пользуетесь нашим средством, то это вообще как бы будет очень хорошо, если вы будете пользоваться нашим средством. Вообще, по идее, да, губку нужно менять 1 раз в неделю как минимум, но чаще всего мы же оцениваем губку не по состоянию загрязненной под микроскопом, не смотрим на губки, есть ли там какие-то микробы или бактерии или нет, да, мы же не знаем, мы просто видим, что губка целенькая, значит, хорошая, значит, можно мыть. Но на самом деле, действительно, их нужно менять, но если же мы пользуемся нашим антибактериальным средством с мятой, да, по-моему, там, эвкалиптом, или вот этим с древесным углем, то безопасность нашего здоровья, как это, не безопасность, а наше здоровье в безопасности, вот так вот скажу. Так, ну и также, да, оно для деток, конечно же, тоже безопасно. И, конечно же, хочется поговорить о том, что у нас в компании есть таблетки для посудомоечной машины. Девочки, у меня нет посудомоечной машины, пока, пока нет, да, муж только что тоже сказал. Значит, смотрите, я посмотрела, конечно же, информацию об этих таблетках, я даже порасспрашивала у некоторых девчат, которые пользуются, у которых есть посудомоечная машина. И мне были интересны их отзывы, конечно же, чтобы я могла тоже поделиться, да, какими-то впечатлениями. Но сначала скажу, что в состав вот этих таблеток входят компоненты для смягчения воды, для эффективного очищения, да, в воде любой абсолютной жесткости. У нас почему-то здесь вот в поселке вода стала более жесткая, появилась такая вот прям накипь, да, и вкус воды, кстати, тоже не очень стал в последнее время. Не знаю, почему, с чем это связано, но эти таблетки, да, они как раз-таки очень хорошо влияют на мягкость воды. Также павы, о которых я говорила в самом начале, да, в составе этих таблеток для удаления жира и предотвращения повторного осаждения удаленных загрязнений на поверхности воды. То есть не будет такого эффекта, что посудомоечная машина смыла грязь какую-то с тарелок, да, и потом эта грязь просто болтается по посудомоечной машине, да, там от одной тарелки к другой перепрыгивает. Такого не будет, потому что павы, они именно удаляют жир, удаляют вот эти загрязнения. Собственно, энзимы, да, они тоже предназначены для того, чтобы удалять засохшие всякие там загрязнения, то есть мы можем даже какую-то засохшую там посуду, да, там, не знаю, кстати, вот гречку, да, обычно гречка вечно пристает к тарелкам, если ты вдруг ее немножечко оставил, да, то даже такие загрязнения в посудомойке можно будет очень легко убрать, именно за счет того, что не только мощный напор воды, да, но еще и в составе этих таблеток находятся вот эти вот энзимы. И еще, если вы пьете часто чай, кофе или еще какие-то там напитки, да, то в составе этих посудомоечных таблеток, точнее наоборот таблеток для посудомоечных, в составе есть кислородный отбеливатель, который помогает, да, убирать следы от чая, кофе, соков, вина, помады, и, конечно же, это все пропорции, которые, все пропорции компонентов в составе этих таблеток, они безопасны для нашего организма. И, конечно же, специальные полимеры для блеска, отсутствия разводов на стекле и окрашенной посуде. То есть, все то, что я сейчас назвала, это все те свойства, которые нужны для того, чтобы мыть посуду в посудомоечной машине и делать это безопасно, а, для здоровья, б, для самой посудомоечной машины, да, потому что в одной таблетке, спасибо, Наташа, ты у нас эксперт по продукции, судя по тому, как ты делаешь по 100 баллов, значит, в одной таблетке есть все необходимое для посудомоечной машины, а это соль, это ополаскиватель и это моющее средство для самой посуды, собственно, да, вот, Наташа берет сразу 5 упаковок. Я думаю, что, Наташа, у тебя было, да, с чем сравнить, и ты сделала определенные выводы, да, поэтому, собственно, такой у тебя запас хороший. Да, значит, эффективны для удаления значительных жировых загрязнений, присохших остатков пищи, и, значит, можно удалять загрязнения даже с серебра, с кастрюль, которые можно мыть в посудомоечной машине, да, с сковородки там и так далее. Но, опять же, да, если же эти, эта посуда, она предназначена для посудомоечной машины, если же производитель посуды, там, сковородки, кастрюльки, там, чашки какой-то, да, не рекомендует, значит, у него просто недостаточно уверенности того, что поверхность, покрытие, например, сковородки, да, оно будет сохранено с использованием посудомоечной машины, не потому, что наше средство нельзя использовать. А, ну и по поводу отзывов, да, не сказала по поводу отзывов, я спросила у девчонок, собственно, как и Наташа, да, сказали то, что действительно средство хорошо растворяется, не оставляет разводов, отмывает хорошо посуду, что еще было? В общем, не было отрицательных отзывов, и, конечно же, у меня в корзине будет обязательно лежать это средство, и, собственно, я его буду пробовать точно так же, как и другие наши девчата. Ну, а это любовь, любовь всех женщин, которые порой прибираются, да, на кухне, стирают тряпочки, губки, и, в принципе, да, ухаживают за своей кухней, и не только кухней, но и другими комнатами, да, запаха нет, запаха нет, сверкает посуда, растворяется, вымывается, не оставляет разводов, это по поводу таблеток, да? Так, дальше идем к кухонному мылу, да, мыло, которое убирает запахи, оно не просто убирает запах на время, оно их убирает, удаляет, убивает запахи практически навсегда. Да, значит, уже давненько начали использовать вот эти вот всякие средства, да, которые убирают запахи еще, сейчас я не скажу, в каких годах, да, в общем, в общем, это в компоненты различных там мыла, освежителей воздуха, да, добавлялись, добавлялись компоненты, которые убирают как бы запахи, но через какое-то время эти запахи, естественно, возвращались. И сейчас уже как бы, да, современная разработка всяких там научных каких-то там, как это называется, да, в общем, научные разработки всяких там компонентов для вот таких вот наших средств, да, не только Фаберлик, а вообще в принципе в целом, конечно же, дошли до того, что компоненты в составе, например, нашего мыла, они делают так, что молекулы, молекулы неприятного запаха, да, которые вызывают, они просто убиваются, да, они растворяются. Я прям не могу, мне нравятся ваши отзывы, девочки, прям вообще молодцы. Моя любовь кофе, с кофе мыло, да, маленько нужно совсем, с селедкой руки не пахнут. Ох, любительница селедки там сидит, а я вот рыбу не ем. Так, Айнагуль пишет, я тоже мыло попробовала в восторге, отлично, замечательно. Так вот, то есть вот это мыло, оно не просто убирает, да, на время, оно растворяет молекулы неприятного запаха за счет того, что в составе такие компоненты, которые это делают очень хорошо. Хорошо, эффективно против запахов рыбы, селедки, скажи рыба, да, ребенку скажешь, скажи рыба, он говорит, селедка. Так, с ароматом орхидеи, да, нравится. Сырого мяса, острых специй, копчения, табачного дыма и так далее, да, не маскирует, а именно устраняет неприятные запахи. Нужно очень небольшое количество, и как протестировали, да, Фаберлик, это целых 250 нажатий, то есть можно прям очень надолго купить маленькую, да, получается там 500, по-моему, миллилитров, да, ее очень надолго хватает у меня, по крайней мере, точно, но в запасе у меня всегда есть это мыло. Ну, вдруг кому-то подарить или там еще, или вдруг у себя закончилось. Хотя, кстати, вот это мыло, ну, по сути, да, ну, мыло для кухни, ну, разве это подарок? В нашем случае, да, точно, это подарок. Так, Мария пишет, что мыло даже запах бензина и солярки устраняет. Вот, муж в восторге, возьми на заметку. Мыло для кухни надо использовать в таких случаях. И, как вы видите, на слайде их очень много. На любой вкус и цвет выбирайте все, что вам нравится, да. Мне нравятся, в принципе, все, но кофе мне нравится больше, кофе и земляника, лесная земляника. Так, кухня без жирных следов, без усилий. Фантастика, правда, но с нами нет, с Фаберлик нет, потому что средства для духовок и плит прямо заказывают, я не знаю, коробками. По крайней мере, девочки, которые у нас на пункте выдачи, когда показывают нам поставку, поставку товара на пункт выдачи, они показывают нам, вот, посмотрите, вот это средство для духовок и плит, вот это наш стиральный порошок. И причем показывают они на коробке, на кучу коробок, потому что это самое популярное топовое средство. Так что, так что используют его очень-очень много людей и ни за что многие не променяют на обычные средства из обычного магазина. Почему? Потому что это экстра-сильное средство для борьбы со сложными жировыми загрязнениями. Это средство содержит специальный паф, который отлично смачивают, да, жировые вот эти вот пятна и, соответственно, их растворяют. Высокая щелочность активной формулы для размягчения старых нагаров и пригоревшего жира. По поводу жира и по поводу старых вот этих вот загрязнений. Понятное дело, что если это сковородка, которой там мы пользуемся постоянно, внутри там пригорела, мы не будем каждый день мыть средством, которое с высокой щелочностью, да. Но, во-первых, это неудобно, это надо постоянно надевать перчатки. А во-вторых, как бы, ну, все равно, да, вот эти вот компоненты, да, они требуют времени для того, чтобы размягчить вот это вот все дело, да, убрать и так далее. Поэтому, конечно же, вот пользоваться высоко щелочным средством каждый день ты не будешь. Это такое вот, как генеральная уборка, либо если это на плите, например, да, плиту постоянно можно мыть, потому что оно и для плит, для любых подходит, хоть газовые плиты, хоть индукционные, хоть просто керамические, какие угодно, да. Так, так, Мария пишет, он разное испробовал, кстати, средством для духовок и плит, забрал в гараж, некоторые детальки им отмывал, вот так дела. Да, этого я еще не знала, что такое может быть, ну, прикольно, круто. Значит, используйте перчатки для защиты рук, не используйте для очищения антипригарных покрытий. Вот, это по поводу сковородок я как раз, да, говорила. Так, кухня без жирных следов, без усилий, что удаляет это средство, да. Если вы, например, жирное пятно просто смочите водой, да, то, собственно, ничего не произойдет. Если же вы смачиваете жирные пятна паф в составе, если есть, да, то все растворяется как надо, все убирается как надо. Даже эксперименты тоже проводила на плите, но если я сейчас начну все вам истории свои рассказывать, наверное, мы тут до 12 ночи просидим, поэтому давайте побыстренько мы сейчас на этом. Значит, в этом средстве могут содержаться, да, мягкие абразивные частицы, но я как-то не обращала внимания. Давайте дальше пойдем. Здесь, в принципе, все понятно, я смотрю на ваши отзывы, я понимаю то, что, в принципе, тут говорить уже ничего не надо, просто надо купить один раз и попробовать. Дальше средство, экспертное очищение, да, универсальное средство тоже для кухни. Это замечательное средство, которым я пользуюсь тоже на ежедневной основе. Мне оно очень нравится, я использую его, конечно же, без перчаток, оно очень мягкое. У него нейтральная PH среда, оптимальная, да, для деликатных поверхностей, для деликатных наших ручек и всего остального, да. Тоже можно, да, использовать это средство, как и для, средство для посуды, да, можно использовать для антипригадных покрытий, потому что оно никак не воздействует, никакого химического там этого нет. Идеально против неприятных запахов в холодильнике и микроволновке. Я наливаю в чашечку воды, капаю туда тоже несколько капель, беру тряпочку, протираю в холодильник, и все замечательно, прекрасно. Свежий аромат, да, в холодильнике нет никаких неприятных запахов, ну, хотя, в принципе, у меня там не бывает неприятных запахов, но, в общем, это средство мне очень нравится. Так, и оно, нет, я не смываю, я просто чуть-чуть, как бы, капаю, да, в воду, в чашку наливаю, беру все это и протираю все это дело, и все. Не смываю там потом по новой, уже чистой водой не протираю. И то же самое я делаю со столешницей, так же, да, как антибактериальным средством. Я беру, на тряпку чуть-чуть капну, протру, потом тряпочку прополоскала, и еще раз протираю уже именно вот столешницу и стол на кухне, да. Так, что у нас здесь? Так, 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 так. Ну, здесь уже это я тоже вот говорила, да, что за удаление загрязнений отвечают различные, да, компоненты, которые, в общем, солевые, фосфорные, серные, да, вот эти вот всякие. В общем, я сейчас не буду тоже на этом останавливаться. Мы с вами поговорили о самом главном, пойдем просто дальше. Так, пягкий пилинг для поверхности, полирующий эффект и защита. Вот это средство предназначено для металлических изделий, для, например, термосов, для чайников, для всяких ложечек, поварежечек, вилочек, ножиков и так далее. Очень хорошее средство, когда мы покупали, точнее, когда мы купили его, мы, конечно же, первым делом очистили термос, очистили ложки, вилки, и оно очень тоже мягкое, можно использовать без перчаток. Нежная кремовая, действительно, текстура белого цвета. На все найдется отзыв, это круто. В этом, в этом средстве, да, сбалансированный набор ПАВ, тоже, да, для смачивания, удаления жировых загрязнений, мягкий абразив, такой вот действительно пилинг, очень хороший, да, удаляет загрязнения различного типа, и я бы даже так сказала тоже, да, что у него есть какой-то полирующий эффект. Я даже им иногда могу протереть и свою плиту, просто, как бы этим средством, да, пройдусь, и потом тряпочкой сухой протираю, и смотрится тоже очень красиво, и нет никаких разводов у меня, по крайней мере. И защита поверхностей и облегчение последующего очищения. Также, да, из этой же серии повседневный уход у нас, это эффективность 360 против любых сложных загрязнений на кухне и в ванной. У меня лежит в коробке это средство, я его недавно только заказала, еще не пользовалась сама, поэтому не могу сказать свой отзыв, но с удовольствием почитаю отзывы ваши. И что хочу сказать по поводу этого средства, да, у него более плотная текстура, тоже кремовая, на основе мягких очищающих гранул среднего размера, содержит паф тоже так же, да, для смачивания и удаления жирных каких-то загрязнений. Также удаляют какие-то повседневные загрязнения, да, мыльный, звездковый налет, ржавчину, в общем, все то, что может быть на кухне и даже, мне кажется, что можно использовать в ванной. Потому что подходит для очищения керамических, фаянсовых, пластиковых, металлических и эмалированных поверхностей. Вот я его, кстати, и купила для того, чтобы тоже его протестировать и посмотреть, насколько оно хорошее. Так, вот, кстати, пишет, тут у нас отзывы, Наталья пишет, чайник блестит от него, это у нас от средства предыдущего. Так, все блестит, нанесла на кастрюле и оставила на время, была в шоке, когда жир стал слазить из трудных мест, стал вылазить. Ага, только надо взбалтывать, да, обязательно взбалтываем это средство. Я взяла себе, еще не поняла его действия. Это, наверное, вот про вот это вот желтенькое средство, да, артикул 11.253. Так вот, что оно делает, да, оно придает блеск, оно эффективно удаляет загрязнение тоже, да, и удаляет известковый налет и ржавчину. Вот можно на этих моментах протестировать, тогда будет понятно, насколько хорошо оно действует. Так, вот, Мария пишет, удаляет даже ржавчину. Средство для ванн и раковин. Вот это средство меня впервые, когда я его купила, очень удивило, потому что оно очень жидкое. И я думаю, как им пользоваться, его же на ванну-то не нальешь. Обычно мы привыкли, что если средство для ванны, значит, оно такое, как для туалета, знаете, густое, его так наносишь, типа, до места какого-нибудь, и оно так растекается, и все там, типа, убирается, да, но потом просто вот так вот стоишь и не можешь дышать. Вот, я тоже потом догадалась, что его надо распылять, оказывается, его надо распылять. И, кстати, у нас в Фаберлик есть специальные дозаторы, которые распыляют, или как это называется, ну, дозатор, по-моему, да. Он прямо прикручивается вот к этой вот бутылке, да, и можно распылять на любую поверхность, и потом уже, допустим, оставить на 5 минуточек, и потом уже все это тряпочкой с водичкой, все это отмывается очень хорошо. Ванна блестит всегда, ванна беленькая, главное регулярность, как говорится, да, активная сбалансированная формула из 6 органических кислот. Опять же, да, даже несмотря на то, что это средство органическое, оно безопасное, обязательно используем его в перчатках, потому что в составе органические именно кислоты, и для рук это, конечно же, не очень хорошо. Удаляет сложные известковые отложения и удаляет ржавчину, очень хорошо, это тоже, как бы я проверяла. Содержит ПАВ для устранения мыльного налета, бережно относится к эмалированным поверхностям, придает блеск, обладает выраженным антибактериальным эффектом. И что касается запаха, по крайней мере, я, когда пользуюсь этим средством, у меня нет никакого, так скажем, отвращения к запаху, у меня нет слез на глазах, да, у меня ничего такого нет. Мне нравится это средство, и я его стала покупать теперь постоянно. Ну, я не заметила, чтобы вот это средство было чем-то хуже, чем те, которые мы покупаем в магазине в обычном. Наоборот, оно для меня показалось лучше, не потому, что я партнер Фаберлик, да, а потому, что у меня не было никаких негативных ощущений, да, никаких негативных впечатлений по поводу этого средства. И я увидела эффект, я увидела, что моя, хоть и новая ванна, да, но она всегда в чистоте, всегда блестит, и все хорошо. Так, про перчатки я уже сказала. А, вот, значит, не используем для поверхности, для очищения поверхности из натурального камня, линолеума, поврежденных поверхностей и поврежденных, так, поверхностей чувствительных к воздействию кислот. Вот, это обязательно, а то потом скажете, то, что наше средство плохое, ну, это я так, шучу, конечно же. И вот это средство для душевых кабин и деликатных поверхностей, это средство антиналет называется. Это очень крутое средство, мне оно понравилось больше, даже, чем для ванны, да, почему? Потому что, когда мы его впервые заказали, мы пошли всем мыть плитку в ванной, кафель. Конечно же, между плиткой, да, вот эти вот, как это, швы, между плиткой швы, они со временем желтеют. Как бы вы там не намывали свою ванну, да, свои стены в ванной, в любом случае швы начинают потихонечку желтеть. Так, Мария пишет, это, наверное, про средство для ванны, да, можно использовать аллергикам. Можно использовать, я думаю, что можно, потому что в составе натуральные компоненты, натуральные кислоты, но, конечно же, в перчатках используем, чтобы не соприкасалась кожа, если это аллергик, да, чтобы не соприкасалась кожа со средством, и смывать водичкой все это дело. Так, и когда распыляем, по поводу, да, вот если мы говорим про аллергиков, нужно, так, всегда тихо, нужно распылять где-то в сантиметрах 20-30 от поверхности, для того, чтобы оно не распылялось повсюду, да, то есть мы, если, например, это ванна, то вы приставляете к ванной 20-25-30 сантиметров для того, чтобы зона распыления была правильная, потому что если вы чуть-чуть дальше, то оно начинает везде распыляться, и тогда уже будет, конечно же, чувствоваться аромат, да, вот этот вот запах этого средства. То же самое касается и средства антиналет. Тоже его нужно использовать правильно, 20-25 сантиметров от поверхности держим, потому что, как ни крути, оно распыляется, да, и как бы разлетается вот это вот средство про частички. И про налет, ну вот, и про налет, и про средства для ванной. Значит, комплекс из двух органических кислот и компонента, связывающего соли жесткости для мягкого удаления из вискового налета. Так вот, начала говорить про плитку, да, про швы. Мы протестировали это средство у себя. Ну, у нас хотя тогда еще не очень было, да, заметно, но мы пошли к свекрови. У нее ремонт был уже давненько, и там уже можно найти места, где вот это вот все можно протестировать. Мы первым делом начали брызгать на швы, оставили на 5 минут, потом я взяла губку обычную, да, такую, намочила ее и начала проходиться по вот этим швам, и они начали белеть, они стали белыми. Конечно же, свекровь заказала у меня себе, потом она сходила куда-то там в магазин, кому-то рассказала про это средство, у меня еще заказали, потом я сходила тоже помыла к своей тете, помыла эти швы, в общем, все были довольны, и у всех сейчас это средство есть, и у меня оно тоже есть. Причем оно у меня есть и на кухне стоит, в тумбочке, потому что я периодически протираю этим именно средством свои кирпичи из штукатурки, вот, потому что они другими какими-то средствами, ну, как бы отмываются хорошо, но мне почему-то нравится именно это. И еще я вот этим средством убираю все, что есть у нас на столешнице, вот, знаете, если, допустим, возле раковины, да, под плинтусом, который между фартуком и между столешницей, под плинтусом иногда скапливается какой-то, как это, типа как накипь, да, налет какой-то, и я просто его приподнимаю немножко, все это брызгаю вот этим средством, оставляю буквально на 2-3 минутки, и потом прохожусь тряпочкой, сначала просто прохожусь, потом сполосну, еще раз прохожусь, и у меня все везде чистое, как будто вот только-только установили кухню, установили плинтус, и все чистенько, действительно очень хорошо, и, конечно же, краны обрабатываю вот этим средством, очень хорошо все убирает, и раковина, где стоят у меня средства для посуды, и мыло, мыло кухонное, ну, и губки там, и все такое, вот, чудо говорит какое-то, да, убирает. Что касается средства для унитазов, то это тоже для меня было удивительно, что оно жидковатое, но опять-таки, как оказалось, что если это средство густое, это не факт, то что это средство будет эффективным, и я, как бы, привыкла раньше, да, что надо прям так побольше, побольше, думаю, ага, это побольше, куда побольше, оно же жидкое, сейчас все вылью, и что, я на два раза, что ли, его использовать буду? Ну, я думаю, что у некоторых тоже были какие-то такие впечатления, но оказывается, его надо совсем немного, я прохожусь просто один, ну, максимум два раза прохожусь по ободку унитазов, да, и это средство очень равномерно распределяется, доходит до всех самых нужных мест, все убирает, все хорошо, я больше не чищу, не стою унитаз там этим ершиком или чем-то, да, я просто протираю, точнее, не то, что протираю, прохожусь ершиком вот просто, да, чтобы убрать это средство уже лишнее, смываю, и унитаз блестит. Вот это для меня идеальный вариант, потому что буквально там 2-3 минутки у тебя все чистенько, все хорошо, и ты пошла себе спокойно работать за компьютер, как говорится, да. Так, и оно, конечно же, короче, так, у него антибактериальное действие, да, антибактериальное свойство, это очень хорошо. Запах не резкий, да, это хорошо, потому что, если, допустим, сравнить с тем же доместосом и наше средство, вообще просто небо и земля, на мой взгляд, запаха такого нет, ты просто наносишь это средство, опять-таки, да, я люблю нанести и куда-нибудь пойти, потом прихожу просто ершиком, смываю средство, смываю водичкой все это дело, и все чисто, действительно, все чисто, все блестит, и у меня никогда не бывает там никаких вот этих потеков воды, налета или желтых каких-то там, ну, тоже от воды следов, не бывает. Так, что у нас еще здесь? Это у нас средство для мытья полов, это средство тоже я использую на постоянной основе, потому что, потому что оно мне подходит, у нас, как его называют там, ламинат, и этот ламинат очень хорошо мыть именно нашим средством, потому что оно не оставляет разводов, оно оставляет такой небольшой блеск, но насчет запаха, да, насчет запаха, запах я тоже писала, кстати, в этот, в обработку, в обратную связь, что было бы неплохо, если бы запахи для мытья полов, да, средства, для того, чтобы оно было разным, несколько запахов, а это, наверное, Ирина пишет про средства для туалета, да, что запах хлора остается, не знаю, у меня не остается, у меня как-то не было такого впечатления, что запах хлора. Да, средства не нужно смывать, оно хорошее, запаха не оставляет, и у меня ламинат, ну, как бы блестит, да, у меня нету таких вот там, каких-то разводов там или чего-то, мне достаточно пройтись один раз шваброй, и все чистенько, все хорошо. Значит, мягкая формула для легкого устранения ежедневной пыли, бытовой и уличной грязи, придает поверхностям естественный блеск, не оставляет разводов, не содержит агрессивных компонентов, не требует смывания, да, значит, и обладает антистатическим эффектом, задерживает повторное оседание пыли и обеспечивает удаление даже мельчайшей пыли. Так, и, конечно же, оно безопасно для здоровья наших животных. Муж сказал, больше никакого пропера в этом доме. Правильно, пусть мистер пропер там ходит где-нибудь, у кого мужа нет. А у нас будет фаберлик мыть полы. Так, что касается этого средства, да, я что, два раза тут этот слайд поставила? А, ну, я думала, еще что-то хотела сказать. Нет, все. И еще, вот честно, если бы я поставила вообще все средства для дома в нашу презентацию, я бы, наверное, тут еще не знаю, сколько времени разговаривала, поэтому я решила разделить сегодняшний вебинар на несколько вебинаров. Если будет, конечно, интересно, да, моя болтовня, то приходите. А сейчас еще вот у меня буквально там два, три или четыре, по-моему, слайда. Давайте быстренько сейчас их пройдем и пойдем отдыхать. Значит, что касается наших кислородных пятновыводителей и отбеливателей. Вы знали, то, что их можно использовать не только для стирки белья, для отбеливания и удаления пятен на вещах, но еще и удалять, например, чайный налет на термосе или на чашке, да, на кружке, убирать следы пищевых красителей на кухонных поверхностях, убирая от сбежавшего на плиту кофе. Я вот, например, не знала, а оказывается, можно. Вот, Евгения пишет, что подоконники мыла, а еще можно мыть обувь, можно, в общем, везде, где можно использовать что-то, где нужно что-то отбелить, убрать какое-то пятно, убрать пятно на ковре, убрать пятно на диване, на пуфике, на кровати, на чем угодно, да. Вы можете использовать вот эти наши средства. Нужно их немножечко увлажнять, растворять, как бы, да, так перемешивать в кашицу и использовать это средство для удаления. И, конечно же, если мы говорим о том, что можно закинуть в стиральную машину, то очень хорошо сработает средство, да, когда оно используется при температуре более 60 градусов. Или, если это замачивание, то я, например, включаю кран только с горячей водой, туда насыпаю, растворяю и использую уже те вещи, да, туда, которые мне нужно исправить, особенно детские вещи. Так, вот они, незаменимые помощники, да, в борьбе с пятнами. Очень много, получается, вариантов сейчас. Влажные салфетки мне очень нравятся. Сейчас чуточку позже скажу про них. Карандаш, пятновыводитель. Вот, если честно, я его не поняла. Я его не поняла, но отзывы на него очень классные. Очень он многим нравится, что вот этим карандашом убирают тоже хорошо пятна. Но я как-то вот для себя, я его не поняла. У меня, я его купила, два штуки, и он у меня до сих пор лежит. Больше всего я использую, больше всего я использую спрей пятновыводитель. И сейчас купила еще жидкий кислородный пятновыводитель. Сегодня я его тестировала, сегодня я его тестировала, и мне очень понравился эффект. А больше всего мне понравилось то, что когда ты вот этот жидкий кислородный пятновыводитель наливаешь на, ну, на вещь какую-то, да, смоченную водичкой, влажную, все так прекрасно, красиво, я бы даже сказала, пенится, такая появляется пенка, и видно прямо, как работает средство, прямо очень видно. Так, да, при стирке в машинке я тоже всегда добавляю. Я сначала, вот особенно рубашки, да, детские, мужские, я рубашки прохожусь на манжетах, да, на рукавах, на воротнике, в месте пуговиц, да, я прохожусь сначала спреем, оставляю, потом я закидываю все это дело в стиральную машину, туда добавляю тоже, либо, если это белые вещи, то я добавляю отбеливатель, если это цветные вещи, добавляю пятновыводитель, и все это дело очень хорошо у меня работает. Так, это что касается кислородного универсального пятновыводителя в баночке, и отбеливателя тоже в баночке, да, экстра окси. Так, пропадаю. Давайте выключусь и включусь, попробую. Ну, правильно. Скажет, ну, сколько можно-то болтать, давай уже заканчивай, скажет вебинарная комната, да. Да, если надолго будете оставлять, то такое может быть. Если надолго оставляете, сделали и забыли, и пошли своими делами заниматься, то да, могут остаться светлые пятна. Поэтому нужно использовать все по инструкции, не надо делать так, как делают русские люди обычно, да. Лучше побольше, пожирнее, подольше, чтобы прям хорошо сработало, да. Это мы любим, я тоже так умею. Так, и дальше, да, вот я хотела сказать про салфетки. И, скорее всего, долго, потому что я тоже так делала. Именно с карандашом, кстати, у меня так было. Поэтому я сейчас стала более внимательно относиться к тому, что я использую и сколько времени. Потому что средство, если эффективно, то оно эффективно на 100%. Поэтому, если мы сами надолго оставляем, забываем, и потом говорим, что это средство такое, вот такое, то это не оно. Это, скорее всего, мы. Так, что касается салфеток. То это скорая помощь, когда ты не дома. Тоналку с куртки не сняло. Салфетки мне понравились. А у меня снимает. В зависимости, может быть, от ткани, какая ткань. Мне нравятся салфетки в чем? Мне нравится, что, когда идешь в гости, и какое-нибудь застолье, я такая любительница чего-нибудь обязательно накапать себе, там уронить. На футболочку, на платье, на кофточку, там на какую-нибудь. И вот эти салфетки, они очень хорошо убирают пятна, но, опять же, да, в зависимости от того, какая ткань. И вот эти салфетки, они даже указано, да, то, что... Что тебе надо-то? Даже указано, то, что они не панацея, да, то, что они вот со всех тканей, они прям вот все вам уберут. Это такие салфетки, как вот написано, да, скорая помощь, когда ты не дома. То есть ты можешь в любой момент, что-то где-то появилось, ты можешь взять и убрать. А если мы хотим, если мы хотим использовать это постоянно, да, вот, чтобы не стирать, то да, тогда как бы это, ну, не выход, как говорится, да. Они избавляют обивку в автомобиле от нежелательных пятен, если вдруг где-то вы что-то кушали, уронили, да, или, как я уже сказала, на одежде от пятен пищи убирают чернильные пятна на рубашке и убирают, кстати, фломастеры на обоях некоторые. Я не знаю насчет всех, но у меня ребенок возле тут на диване нарисовал там какой-то круг и крестики, чего-то там он хотел, не знаю, показать. Но я убрала именно вот этими салфеточками аккуратно, чтобы не стереть обои, я прям аккуратно взяла салфетки и протерла. И, в принципе, хорошо убралось. Так, это у нас про карандаш, тоже, да, возможно, я его не поняла, потому что никогда не брала куда-то с собой. Мне кажется, что для тех людей, которые постоянно в перелетах, в самолетах, в поездах или в командировках каких-то, вот это средство, оно будет тоже очень хорошим помощником. Ага, в метро будем там это оттирать пятна. Спасет вещи, да, от пятен даже там, где нет горячей воды. Идеален для локальных пятен, не требует специальной подготовки ткани. Удобен в использовании, потому что всегда под рукой. Он вот такой вот маленький, хорошенький, да. И у него есть на вот этой вот упаковочке такие вот ленточки, которые отрываются для того, чтобы поэтапно его использовать, да. Чтобы не отрывать полностью, и потом он в руках будет растворяться, а именно по чуть-чуть, чтобы его можно было использовать. Так, и у нас осталось вот средство, да, которое я уже говорила, что я им использую, я его использую для рубашек, для каких-то футболочек, для чего-то вот такого. И мне оно очень нравится. И еще для нижнего белья можно тоже его использовать, если вдруг какие-то казусы произошли, так скажем, да. Поэтому тоже, да, его используем для воротничков, манжетов. При потожировых загрязнениях, да, очень хорошо убирает пятна. Справляется с разводами и желтизной, да, и также убирает дезодорант, если вдруг он остается на одежде. Безупречен для точного нанесения на пятно, легко быстро обрабатывать пятна, да, перед стиркой. Я вот как и делаю, я сначала обрабатываю пятна, потом закидываю уже в стиральную машину. И удаляет загрязнение с детских носков и колготок. Так, так, это у нас, а, это вот то, что я говорила про жидкий, жидкий пятновый водитель, да, тоже мне вот он понравился, я его сегодня, как я уже сказала, использовала. Он образует такую пенку, покрывает, да, и если это какое-то тоже белье или что-то такое, да, то все пятна, какие могут появиться, все хорошо убирает. Ну, по крайней мере, какие-то следы от еды точно убирает. На футболочках я использовала, так что можно использовать. Так, вот, наверное, и все. Это на сегодня. На самом деле у нас в косметике для дома очень много всяких различных средств. Я не рассказала сегодня про порошок стиральный, да, про кондиционеры, про освежители воздуха, про всякие там, как они, губки, всякие различные, да, тряпочки там и так далее. Но я обязательно это сделаю в следующий раз. Думаю, что как раз вот об этом я уже и рассказывать не буду, а буду рассказывать именно о том, чего не было сегодня. И я рада, если было вам сегодня интересно со мной, что вы отдохнули, что, может быть, узнали что-то для себя новое, может быть, что-то вспомнили, что вы уже знали, да, а может быть, просто провели хорошо время. Я вам желаю хорошего настроения. Помните, что мы сейчас очень хорошо развиваем, да, нашу акцию на тысячу рублей. Каждый, абсолютно каждый из ваших близких, да, из ваших знакомых, кто еще не зарегистрирован в компании Фаберлик, может использовать эту тысячу и потратить ее с пользой, например, на такую косметику для дома, как сегодня я вам рассказала. Спасибо большое, девочки, мне очень приятно. Я же вот всегда готовлюсь, когда я думаю, ой, опять буду там болтать, опять всякого всего говорю. Ну, вот такая я, болтушка, да. Ну, все, всем спасибо большое за то, что вы пришли на вебинар. Всем хорошего настроения, успешного каталога и хороших выходных, которые ждут вас впереди. Всем пока-пока. Так, иди, выключаем. Субтитры сделал DimaTorzok